В эфире служба новостей Саров-24 в студии Дарья Козина. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Среднетушевой доход семьи будут считать по новым правилам. Закон подписал Владимир Путин. Демографический вопрос. В обществе обострилась дискуссия по поводу возраста, в котором женщинам нужно рожать. Умей постоять за себя. В Сарове открыт клуб единоборств. Далее расскажем обо всем подробно. Среднетушевой доход семьи будут считать по новым правилам, а подход к назначению поддержки станет более адресным. Такой закон подписал президент Владимир Путин. Изменения должны вступить в силу со следующего года. О новых изменениях и о том, какие категории населения сейчас могут получить социальную поддержку, расскажем далее. Критерии, по которым определяют, нуждается ли семья в социальной помощи, в скором времени изменят. Подход к учету доходов и определение состава семьи будет единым для всей страны. В новом законопроекте понятие «домохозяйство» заменят на семья. В состав семьи будут включать заявителя, супруга несовершеннолетних детей и детей студентов от 18 до 23 лет, которые учатся по очной форме. Доходы бабушек, дедушек, братьев и сестер учитывать не будут. Таким образом, на поддержку от государства смогут претендовать больше семей. Также появится возможность подавать заявление о назначении социальной помощи в электронном виде через госуслуги. Сейчас в Управлении социальной защиты Сарова материальную поддержку могут получить несколько категорий граждан. Производятся выплаты семьям и участникам специальной военной операции. С членами семей СВО заключается военный социальный контракт, и семьи получают выплаты на детей, льготы по кварплате. Обращаются в школы, и в школах детей кормят бесплатно, они посещают кружки. В этом году выплаты для малоимущих имеют право получать семьи, в которых доход меньше 13 513 рублей. Они могут оформить выплаты на детей, на питание, а также подать обращение на получение жилищной субсидии. Оформить заявление на соцподдержку можно и через госуслуги. Но по наблюдениям сотрудников, в этом случае люди часто путают социальный фонд и Управление социальной защиты. В Управлении остались только региональные выплаты, а в социальном фонде – федеральные. Федеральные выплаты мы передали во вновь организованный социальный фонд, который организовался в ходе слияния пенсионного фонда и фонда социального страхования. Сейчас это единое социальное пособие. В соцзащите на детей выплаты остались на малоимущим семьям, на рождение ребенка, на ребенка из малоимущей семьи. Обратиться в Управление соцзащиты можно напрямую, а также записавшись на прием по телефону или через сайт учреждения. Преимущество второго способа в том, что человек приходит к определенному времени и не сидит в очереди. Справки по телефону 9-81-26. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Стремление современных женщин заводить детей только после того, как они получат образование и построят карьеру, раскритиковал глава Минздрава Михаил Мурашко. В нашем регионе самой взрослой матерью с 2017 года стала 54-летняя Нижегородка, а самой юной – 13-летняя девочка. Свыше половины жительниц Нижегородской области рожают в возрасте от 30 до 39 лет. Так в каком возрасте лучше рожать и почему, мнение саровчан узнала наша съемочная группа. А часики-то тикают. Чем раньше родить, тем лучше. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал порочной практику, когда женщины откладывают материнство, чтобы строить карьеру. По его мнению, сейчас нужно активно пропагандировать деторождение. Так в каком возрасте рожать и почему, и что важнее для женщины – стать матерью или строить карьеру, узнаем у саровчан. Я думаю, материнство, хотя и карьера – это тоже замечательно. Я думаю, и то, и другое. Нет, ну что лучше. В определенных соотношениях. Я считаю, что для женщины и то, и то главное. Ну, конечно, материнство, оно как бы очень важно. Конечно, карьера. Как вы будете детей поднимать? Вот важный вопрос. Вы первый, кстати, кто ответил. Только сами себе поможете. И как вы считаете, есть какое-то ограничение, когда рожать и почему? Сейчас нет уже, мне кажется, нет таких ограничений. Медицина вперед шагнула. Можно как бы в любом, главное, желание. И чем потом поднимать детей? Лучше постараться объединить и то, и другое. Я знаю много таких примеров успешных. Есть какое-то ограничение, когда нужно рожать и почему? Не считаю, что есть ограничений. Ограничений нет. Каждая женщина решает. Сам, сама выбирает. Да, во сколько? Я считаю, что лучше не затягиваться, потому что когда, ну, организм молодой, у тебя еще много сил и, опять же, больше времени, ну, больше сил, чтобы проводить с ребенком, а когда уже, ну, возраст и сил меньше. Зачем женщине что-то говорить? Она сама все решит. А мужчина только поможет. Как природой дано. Чем раз, все лучше. А карьера? Ну, вот карьера. Чего тут скажешь? Каждая выбирает сам, или карьеру, или детям, или семью. Червей после укуса комара подцепили пять нижегородцев с начала этого года. Комары переносят на себе паразитов и при укусе заражают ими человека или животное. Червь поселяется в теле носителя, растет там и начинает шевелиться. Это вызывает припухлость и зуд в месте укуса. Удалять инородное тело можно только хирургическим путем. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Штрафовать за быструю езду на электросамокате предложили в Госдуме. Максимальная разрешенная скорость движения на электросамокатах составляет 25 км в час. За превышение лимита на 15 км в час предлагается штрафовать на 3 тысячи рублей, а на более чем 20 км в час на 5 тысяч. Музыкальный фестиваль «Великая Русь» пройдет в Нижнем Новгороде 12 августа. Шоу состоится около собора Александра Невского на Стрелке. Зрители ждет музыкальная программа с пиротехническими эффектами и архитектурной подсветкой храма. Гости фестиваля услышат шедевры русских композиторов 19-20 веков и народные песни. Мы продолжаем рубрику «Ищу хозяина». Ее цель – помочь найти семью обитателям приюта Мурдом. В этот раз героями выпуска стали кот Вилли Вонка и кошечка Шуня. Шуня вместе с двумя сестрами поступила в приют. В этом году кошки жили у пожилой бабушки. Несмотря на то, что содержались они в плохих условиях, сестренки не потеряли веру в людей. В Мурдоме их окружили заботой и лаской, которую теперь Шуня безгранично дарит в ответ. Ласкает и облизывает человека без конца. Вот самая такая любвеобильная – это у нас Шуня. Мы ее любим до безумия, она любит вас всех. Она подойдет в любую семью, она очень спокойная. Хоть она и молоденькая, ей нет и года, но она до такой степени спокойная. Так что подойдет в семью без детей, бабушки, женщине такой спокойной. В Мурдом Шуня поступила в плачевном состоянии. Шерсть росла клочками, взгляд был поникшим. Сейчас малышку регулярно вычесывают, дают витамины. Вилли Вонку волонтеры нашли в ноябре на улице с тремя взрослыми котами, которые не отличались мирным нравом. Их хастрировали, а рыжего подростка взяли на воспитание. Кот очень спокойный, очень нежный. Но единственное «но» – он плохо уживается с другими питомцами. Но, как сказать, он сам не агрессирует, но свое место он не отдаст никому. Есть примета, что если в доме появился рыжий кот, жди большого счастья. Можно не терять время, а подарить его одному из питомцев приюта Мурдом. Забрать пушистого друга можно по адресу железнодорожная 9, строение 7. Вопросы по телефону. Плюс семь девятьсот восемь семьсот шестьдесят два ноль девять пятьдесят один. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. Кто появится из яйца, если его будет высиживать слон? На очередной встрече летнего проекта «Библиони» читатели знакомились с историей писателя-волшебника доктора Сьюза «Слон Хортон высиживает яйцо». Читая сказку, ребята размышляли о характерах главных героев – слона Хортона и кукушки Мейзи, которая так беспечно подбросила яйцо слону. Почему у яиц разных птиц очень похожая форма? Как птенец дышит внутри яйца? Почему кукушка сама высиживает яйца? На очередной встрече «Библиони» юные гости библиотеки имени Пушкина побывали в роли ученых-зоологов. Попробовали определить по форме, размеру и цвету яйца, какой птице оно принадлежит. Было раскрыто немало тайн и найдены ответы на вопросы, которые возникают у любознательного человека. Я узнала, как появляются на свет птенцы и какой формы бывают яйца птиц. Что еще рассказывали? Ну, еще мы играли в пингвинов, смотрели мультфильм про Мейзи. Мне понравилось то, что видео про как появляется на свет цыпленок. Мне понравилось играть в игру «Угадай яйцо». Я узнала, что яйцо формой отличается, где птица питает. На встрече летнего проекта читатели знакомились с историей писателя-волшебника доктора Сьюза «Слон Хортон высиживает яйцо». Слушая сказку, ребята размышляли о характерах главных героев – слоне Хортоне и кукушке Мейзи, которая так беспечно подбросила яйцо слону. В неожиданный конец сказки удивил и обрадовало ребят, что из яйца на свет появился слоненок. Слон Хортон был вознагражден за свои муки, за терпение. В сказке произошло чудо. Конечно же, в природе слоны рождаются по-другому. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Способ развить самодисциплину и натренировать тело, стать увереннее в себе и, главное, научиться защищать себя и близких. Возможность приобрести все эти качества и навыки делает единоборство чем-то большим, чем просто спортом. Это целая культура или даже философия. Развивается направление и в Сарове. Пространство для спорта и достижение высоких результатов. Клуб единоборств «Микс Файт». До тренировки побывала наша съемочная группа. Задорно и весело. Именно так проходит тренировка юных спортсменов клуба единоборств «Сарова» «Микс Файт». В игровом формате ребята 4-5 лет развивают силу, скорость, координацию, укрепляют мышечную систему всего тела. Около 40 минут тренировки пролетают для них незаметно. Я умею тренироваться. А как? Так. И вот так. И вот так. Я приезжаю с другого года, чтобы заниматься. Кем ты хочешь стать? Получим. Получается? Нет. Не очень пока. Почему? Потому что. Ну, получится. Может, получится. Все дети довольны, всем нравится. Также девочки ходят, мальчики ходят. Пограмма для занятий очень интересная. В группе 80 лет тренировка идет куда серьезнее. Здесь ребята сосредоточены. Под контролем опытного тренера они изучают борцовскую и ударную технику, учатся правильно защищаться и падать. Многие юные спортсмены пришли сюда с конкретной целью – стать сильными, научиться защищать себя и своих близких. Бэквисты не знал. Сейчас очень хорошо бью. Болевые научился, удушающие. И вообще это очень полезно для жизни. Я думаю, что у него есть прогресс. У него появилась реакция, появилась сила удара. Я думаю, что самое главное, что ему это нравится, ему интересно. И я сюда хожу, чтобы защищать близких и уметь за себя постоять и еще защищать слабых. Искусство единоборств в клубе преподают профессиональные тренеры с высшим педагогическим образованием. Клуб «Миксфайт» – это мир спорта, в котором ребенок сможет обрести уверенность в себе и своих силах, освоить навыки самообороны и даже открыть дверь в мир профессионального спорта. Здесь и координация движений, здесь и растяжка, здесь и игровые тренировки есть, и тренировки на выносливость, на скорость. То бишь все качества детского организма мы развиваем. Приобретать экипировку не нужно. Все для тренировок есть в клубе. Здесь нет ограничений по полу или возрасту. Прийти сюда может любой желающий. Я представляю Федерацию смешанных единоборств России по Межгородской области в городе Саров. Мы создали проект «Клуб «Миксфайт»» с целью того, чтобы любой человек, женщина, мужчина, ребенок, могли тренироваться и все это с любым уровнем подготовки. То есть мы готовим как профессионалов, так и любителей. В клубе действует система скидок для многодетных семей. Первое занятие в «Миксфайт» абсолютно бесплатно. Записаться можно по номеру. Плюс семь девятьсот два семьсот восемьдесят три пятьдесят девять восемнадцать. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские передачи. В студии работала Дарья Козина. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА